Ну как? Такого мужчину можно не заметить? То есть они вызывали каких-то духов, потом это все записывали, и это все печаталось. А можно вас обнять? Давайте сейчас, как княгиня, испытаем столы. Пожалуйста, сказал Вронский. Княгиня, вы позволите? И Вронский стал, отыскивая глазами столик. Мне Ленин был объявлен не просто иноагентом, а национальным предателем. Тебя издали, короче. Нам только что предложили развод мостов. Я подумал, может быть, это развод чего-то другого. Ну, Саша, давай станцуем. Давай, смотри, смотрите, как мы умеем. И мы такие ля-ля-ля. Саша сегодня у нас интегрирован в наше видео. Это одна из интеграций. Вторая из интеграций, я вам скажу. Потому что сегодня последний ракет в сезоне 2023 года. Александр Тимошов будет лично сбривать его специальной машинкой. И буду я уже буквально через полтора часа абсолютно лысый. Такая печальная история для кого-то, для кого-то радостная. И в этом меланхолическом настроении мы начинаем нашу экскурсию. В центральной... Короче, проехали, да? В общем, не получается у меня так. Хотя мог бы. Сегодня мы прогуляемся по Невскому проспекту. По проспекту, который я на самом деле терпеть ненавижу. Александр, дай мне эту штучку. В связи с тем, что... Ну, и когда я это выложу, это уже будет известно всем и каждому. Но вот этот путеводитель, он продан уже тиражом 5000 экземпляров. Это четвертый тираж. И дело в том, что когда я его писал, я, конечно, еще ряд там каких-то фактов, фотографий и так далее не находил. Хотя здесь очень плотный на самом деле состав информации, что многим нравится. Плюс это не только путеводитель по Невскому, но это практически путеводитель по истории нашего государства. И сегодня я бы хотел дополнить этот путеводитель определенными какими-то новыми вещами. Вспомнить старые. Подставить фотографии, в основном относящиеся к 1917-18 году. В частности, к моменту ленинской монументальной пропаганды. И поговорить о спиритизме. То есть у нас сегодня такой эклектичный выпуск. С одной стороны классики без соплей в сфере спиритизма, с другой стороны путеводители, с третьей стороны бла-бла-бла-бла. И начнем мы на самом деле, ну мы туда не будем подходить. Начнем мы с двух фотографий, а может быть даже не с двух, может быть даже с больше. Вот иллюстрация 1918 года, инсценировка взятия Зимнего дворца штурмом. То есть такая, знаете, такой экшен, который был здесь поставлен для простых людей. В рамках как раз таки плана этой самой монументальной пропаганды Ленина. И более того, вот с той стороны мы там не окажемся, но я об этом вот говорил в одном из выпусков. Там стоял бюст Радищева. Радищеву, да. Сама площадь получила название Площадь Урицкого, потому что это самый Урицкий был застрелен в правом крыле главного штаба Книгисеров. Но я об этом рассказывал неоднократно. Мы идем сами вот сюда. И еще одна фотография, сделанная уже от дома Вавельберга, который на тот момент существовал. В эту сторону, если развернуться, то здесь мы увидим демонстрацию. На заднем плане видна Александровская колонна. И обратите внимание, что среди плакатов есть фраза «без победы» и так далее. В общем, война до победного конца. Это еще пока лето 1917 года, то есть еще у власти временное правительство. И вот такие настроения пока еще давлеют в обществе, особенно в той части, которая относится к юнкерам, к офицерам и всем остальным. Ну, а если затрагивать тему спиритизма, то я бы хотел обратиться сначала к роману Тургенева «Дым». Я тут буду скакать с файла на файл. У меня выписаны всевозможные подсказки. И, значит, описание вот этого курорта в Баден-Бадене, и пишет он. Другая дама, тоже графиня, известная под коротким именем Лизы, разговаривала с длинноволосцем, белокурым и бледным спиритом. Кто такой спирит, друзья мои? Это человек, который занимается, профессионально занимается спиритизмом. Рядом стоял господин, тоже бледный и длинноволосый, и значительно посмеивался. Господин этот также верил в спиритизм, но сверх того занимался пророчеством, и на основании апокалипсиса и талмуда предсказывал всякие удивительные события. Ни одно из этих событий не совершилось, а он не смущался и продолжал пророчествовать. Это еще один камень в огород вот этого великолепного великосердского общества 19 века, которое, тем не менее, верило во всякую чушь и во всякую хрень, о чем сегодня мы будем тоже говорить, я процитирую Федора Михайловича Настоевского, и Константина Левина, героя романа Анна Каренина, потому что, я думаю, этими устами глаголил сам Лев Николаевич Толстой. Спиритизм – это реально вызывание духов, столверчение, блюдце на стуле и все такое прочее. А мы тем временем, если вот посмотрим в ту сторону, то мы увидим, во-первых, панораму еще дореволюционную, и мы увидим, как вот здесь ходил трамвай, заворачивал в ту сторону, поскольку вот если мы перейдем камеру вот туда, там, собственно, была первая остановка трамвая и его первое кольцо. А вторая фотография, ну, это просто мне захотелось вам показать, уже 73-го года, и обратите внимание, как хаотично люди переходят улицу. То есть вроде как уже есть ПДД, но настолько разряженное движение, да, и стоят автобусы, там, припаркованные, когда-то, если дворцовая площадь служила огромной такой массовой парковкой, и народ спокойно перебегает вот здесь вот, кто бы сейчас сказал, что это возможно. Еще одна фотография, тоже показательная, она сделана из Александровского сада. На заднем плане виден дом Бабельберга, и стоит артиллерийская пушка. Это 19-й год, попытка защиты Петрограда от Моис-Юдейнича. И еще одна фотография, очень крутая, сделана вот в ту сторону, Ну, там на углу вы можете увидеть совершенно потрясающую будку, где сидит регулировщик. Это 60-е годы. Мы с вами идем в эту сторону. И здесь, где перед нами предстает дом номер 5, про который у меня тоже все подробнее, естественно, описано у предводителей, в данном случае на примере каких-то его архитектурных элементов, которые потом будут повторяться на протяжении всего проспекта. Если мы посмотрим на фотографию 1900... Я вот не помню точно, то ли 18-го, то ли 19-го года, а может быть даже 20-го, 21-го, но точно не позже 21-го года, если мы развернем камеру сюда, то мы увидим, что здесь еще сохранился старый такой довес, дореволюционный сейчас он отсутствует, и там написано «Госторг». Это была, как мы сейчас сказали, торговая сеть, государственная торговля, занимавшаяся и оптовой, и розничной, как закупкой, так и продажей. И есть замечательное стихотворение, поэта которого вы все прекрасно знаете, Владимира Маяковского, и оно небольшое, но я хочу его зачитать. Называется «Про гасторг и кошку про всех понемножку». Динь-дон-динь-дон, динь-дон-динь-дон, день кошачьих похорон, что за кошки восторг заказал их гасторг? Внимание, вопрос. А для чего гасторг заказал кошек? Вспоминаем «Шарикова» и «Собачье сердце». Мы их душили, 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 душили. Кошки мороженые в ящике положенные. О, боже! Что это такое? Гасторг вез-вез, прошел мороз, привезли к лету, кошек и нету. Рубликов на тысячу привезли вонищу. Зовут Курбатова от трудов Горбатого. На тебе, на горок, дохлятины корок. Нет такой дуры, чтобы купила шкуры. Подгнили они, иди скажи они. Динь-дон, 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 динь-дон. Все в грустях, он с похорон. Он с утра до темноты, от утра до темноты, господи, от утра до темноты. Потрясающе. Плачут кошки и коты, у чернонцев тоже слеза на рожей. И один только рад господин бюрократ, динь-дон, 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 кто виновник похорон. О чем идет речь? Речь идет о том, что в то время из кошек активно делали пульты шариков. И Гасторг заказал партию таких кошек. Привезли их недосушенные. Они сгнили. И Маяковский написал такую злостную сатиру не на то, что убивали кошек, а на то, что недосмотрели. Привезли плохой материал. Ну, какое время, какие нравы, и материалы, из которых это все делается. Еще одна очень хорошая фотография показана, ну, вот, примерно здесь. Это Первомайская демонстрация. Если мы посмотрим вот в ту сторону, в дом Бабельберга, то мы увидим по узнаваемым вот этим вот колоннам и аркам 1918 год, памятник Буденновке. Как вам такое Илон Маск? Мы возвращаемся к спиритизму. Графиня Лиза, дама весьма суеверная и склонная ко всему чрезвычайному, натолкавшись досыта... Натолковавшись, извините. Она не толкалась, она толковала. Натолковавшись досыта с балакурным спиритом об Юме. Юм, это на самом деле Генри Хьюм. У меня о нем очень подробно сказано в лекции спиритизма дома Романовых. В вертящихся столах, самоиграющих гармониках, и так самоиграющих гармониках, да, то есть это баяны, которые сами начинают играть, кончило тем, что спросило его, существуют ли такие животные, на которые действует магнетизм? Можно ли загипнотизировать зверей, короче? Одно такое животное во всяком случае существует, отозвался издалек князь Коко. О, Боже! Какой мужчина! Я хочу от тебя не это. Так тем более. А дайте похвастайся. Ну, похвастайся. У нас там интересно, мы вот такие изделия делаем, у нас фото-видеосъемка разрешена. Ой, спасибо большое. Ну, здесь, в принципе, в каждом углу всякие изделия, и они будут очень счастливы. Нет, такого нигде нет. Я не сомневаюсь. Ну, пойдемте со мной, вам понравится. Нет, ну, спасибо. А, на счет, я когда-то работал супервайзером, так что благодарю вас. Вы что думаете, я супервайзер, что ли? Нет, вы как раз не супервайзер. Какое? Вы тот, кто раздает. Смотрите, я вам полетичка похвастаю, чтобы вы не думали, что это просто продаю. Это сами делаем, сами продаем. У нас интересно, она подписающая выставка проходит, которая все вас... Ну, как такого мужчину можно не заметить? Вот как? Вот как? Вот именно вас, я про вас говорю, как вас можно не заметить? Невозможно не заметить. Вы же специально заметный. Да, да. Спасибо вам большое. Мы когда-нибудь обязательно воспользуемся вашим предложением. Переходите. Хорошо, обязательно придем. Итак, вот в нашем городе появился наш личный хатико. Одно такое животное во всяком случае существует, отозвался князь Коко. Вы ведь знаете Милияновского? Его при мне усыпили, и он даже храпел. Смеялся он. Вы очень злые. Монпранс. Монпранс – это мой князь. Я говорю о настоящих животных. Je parle de bête. Я говорю о зверях. Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête. Но я тоже, madame, я говорю об одном звере. Ну, то есть он, это такой юмор-сарказм. Если настоящий мешался спирит, например, раки, они очень нервозны и легко впадают в каталепсию. Каталепсия – это, я так понимаю, любовь лепса к кота. Ну, мы же должны шуточку за 300 отпустить. Хе-хе-хе. Да? Ну, на самом деле, каталепсия – это когда вы… Ну, вот, если вы видели сливых наркоманов, то вот это каталепсия, можно сказать. Например, раки. Они очень нервозны и легко впадают в каталепсию, да? В каком случае раки нервозны? Конечно, они нервозны, если их кипятить начать. Графиня взымилась. Как? Раки? Неужели? Ах, это чрезвычайно любопытно. Вот бы я посмотрела. Месье Лужин, прибавила она, обращаясь к молодому человеку с каменным, как у новых кукол, лицом и каменными вардировками. Месье Лужин, будьте так любезны, это, кстати, нам рак. Месье Лужин оскладился. Живого-с? Или только живо? Спросил он. Графиня не поняла его. Меуи – рак, повторила она. И чтобы он понял, мол, он тупой. И не ховизе. Ховизе – это рак по-французски. Сашулечка, солнце души моей. Дай мне, пожалуйста, эту книжечку. Спасибо, котенька моя. Мы с вами находимся напротив вот этого дома, Дело в том, что, ну, это постройка 1939 года, причем построился достаточно быстро. Я вам хочу показать, значит, ну, во-первых, вот какой спиритический сеанс. вот это сестры, Фокс, родоначальница спиритизма, Александр Аксаков, между прочим, один из, он вместе с Бутлеровым был одним из главных спиринтов в Российской империи, чем Бутлеров, да, тот самый химик, которого он назван даже у нас улица на севере города. Ну, а вот это, это обложка журнала «Ребус», редакция которого располагалась в доме, стоявшем на этом месте. Я покажу вам, как он выглядел на панораме Садовникова. И я, на самом деле, будучи в публичной библиотеке, этот журнал видел. И там печатались, вы не поверите, прямо сценографические отчеты о, в этих сеансах. То есть, они вызывали каких-то духов, потом это все записывали, и это все печаталось. Надо сказать, что, в принципе, это набор какой-то несвязанной абсолютной ерунды, но люди это покупали, люди это читали, но что поделать, если даже в наше время оказалось бы, в продвинутое, просвещенное, народ смотрит битву экстрасенсов, где третий разрядные актеры играют волшебников. И здесь есть цитата, как раз таки, если я не ошибаюсь, Федора Михайловича Достоевского. Я думаю, что кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями. А неверующего, если он только вполне не желает поверить, ничем не соблазнишь. И это практически парафраз цитаты Сашулечка, которые я приведу позже и из Анны Кореевны, происходящего из уст Константина Левина. Как, что такое рака? Рака строго вмешалась графиня Ше развалена. Ну, она развалена, наверное. Уже давно ничего не понимавшая, притом и глухота ее одолевала. Уи, 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 у за левуах, месье Лужин, пожалуйста, вы за левуах, вы увидите. Молодой путешественник поклонился этот месье Лужин, вышел и возвратился вскоре. Кельнер выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором виднелся большой черный рак. Вуаси, мадам. Ну, пожалуйста, мадам вас кликнул уже. Теперь можно приступить к операции рака. Ха-ха-ха. Русские люди всегда смеются с собственным остротом. Вот это какой-то каламбур, операция рака, который вот мы сейчас не понимаем. То есть, возможно, кто-то из вас догонит ее смысл и напишет в комментариях, потому что я, к сожалению, объяснить эту шутку не могу. Тем более, дальше Тургенев пишет. Тургенев? Тургенев. Тургенев. Да, это такой великий русский писатель. Да, да, да. Написал Муму и разные другие вещи. Прошу любить и жаловать. Просьм читателей не являться и не негодовать. Кто может отвечать за себя, что, сидя в портере Александринского театра и охваченной его атмосферой, не хлопал еще худшему каламбуру? Вот если мы посмотрим створ Большоморской, то мы здесь увидим фотографию, где, точнее даже, ну, на этой фотографии мы видим растяжку и на этой растяжке, что мы можем прочитать, вся власть учредительному собранию. То есть, это был момент, когда люди верили в то, что будет учредительное собрание, что в России наступит демократия, многопартийная система, действительно, выборная система, народное представительство это еще называлось, но самая прогрессивная партия Большевиков сказала, что демократия, она тогда демократична, когда главенствует одна партия, самая хорошая и справедливая. А если мы посмотрим вот в ту сторону, то мы как раз увидим вот дом, про который я рассказывал, он только уже современный, да, и там идет демонстрация и написано «Долой министров-капиталистов». Это демонстрация июньская, устроенная как раз против Временного правительства, согласно тем самым апрельским тезисам, о которых рассказывал всем Владимир Ильич Ленин и пытался за них агитировать. Мы с вами идем дальше и продолжаем погружаться в мир спиритизма. «Мерси, мерси», промолвила графиня. «Алён, алён, мессио Фокс, монтхэйн уса». Пожалуйста, мессио Фокс, покажите нам это. Кельнер поставил блюдо на крупный стол. Произошло небольшое движение между гостями. Несколько голов вытянулось. Одни генералы за карточным столом сохранили невозмутимую и торжественную спозу. Спирит взъерошил волосы, нахмурился и, приблизившись к столику, начал поводить руками по воздуху. Рак топоршился, пятился и приподнимал клешни. Спирит повторил и участился в движении. Рак по-прежнему топоршился. «Мек...» «Ке дуат-эль дон фэрх?» спросила графиня. «Но что он должен сделать?» Ну, на самом деле, во французском языке рак женского рода, должна сделать это. Радина. «Эль дуат-эль стэ и мобиль и сэ-дрэсэ сэ-сэ-сэ-сэ-кээ». «Она должна остаться неподвижной», ну, он, да, рак, «и застыть на своем хвосте». Отвечал сильным американским акцентом. А, если сильным американским акцентом, тогда должен быть так. «Эль дуат-эль стэ и мобиль и дуэсэ-сэ-сэ-сэ-сэ-кээ». Месси Фокс. То есть, это был американский спирит, судорожно потрясая пальцами над блюдом. Но магнетизм не действовал, рак продолжал шевелиться. Спирит объявил, что он не в ударе с недовольным видом отошел от столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с месью Юмом случались иногда подобные неудачи. Князь Кокок подтвердил ее слова. Знаток апокалипсиса и Талмуда подошел украдкой к столику и быстро, но сильно тыкая пальцами в направлении рака, также попытал свое счастье, но безуспешно признаков каталепсии не сказалось. Тогда призвали кельнера и велели ему унести рака, что он исполнил с прежней улыбкой. Во весь рот слышно было, как он фыркнул за дверьми. В кухне потом много смеялись над этими русскими. Ну вот, вроде взрослые люди, представители самого, что ни на есть высшего общества и занимаются такой абсолютной ерундой, да, пытаются магнетизировать рака, будучи уверенным, что это невозможно. Дальше. Это уже сцена из другой главы. Кто-то предложил играть в секретарии о секретарии. Но это не удалось. Ответы выдавались плоские и, о, кстати, вопрос на такав. Я вот когда был там на встречу, забыл его задать. Здесь просто находится пресс-служба русского музея. Я читал, что вот эти столбы являются ничем иным, как обозначением, ну, то есть они стояли раньше при, как это, втекании канала, да, то есть здесь был канал, да, ну, в смысле, может быть, он был не здесь конкретно, да, но вот они стояли на том самом месте, где был канал. Ну, поскольку Петр первый же мечтал, чтобы все сообщалось по воде, и основная магистраль была Фонтанка. Простите, мойка. Это мойка. Это мойка? Это мойка. Это мойка, да, это мойка. Ну, я гид Павел Перец. С тобой я. Добро пожаловать в город Петербург. Так вот, товарищи знатоки, что это такое? Напишите, пожалуйста, в ваших комментариях. Это вопрос без иронии, без сарказма, без подвоха. Я реально точно не знаю. У меня есть несколько версий, что это, поэтому, может быть, вы мне подскажете? Поучаствуйте, так сказать. В процессе. а можно с вами сфотографироваться? Давайте, да. Я смотрю ваши блоги. Давайте, давайте, сфоткаемся. Пожалуйста, если можно. Чего, как охота на туристов проходит? туристы довольны, я делаю всегда минимальные цены. О, ну, прекрасно, давайте. А, я же туда смотрю, господи. Все, спасибо, да, удачи. Будем сейчас смотреть? Давайте. там очень интересно, что у него тоже интересно. Да, спасибо. Господи, что-то тут раскопали и сузили максимально. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок. Ктучный генерал рассказал, что он однажды на вопрос «Кейс-кей-ля-мур?» Что такое любовь? Ответил «Ин кулик ремонте о кеур?» Колика, которая поднимается в сердце, ну, которое, значит, сердце, страдающее хуликом. И немедленно захохотал своими деревянным хохотом. Разваленность свалился с ее лба от этого резкого движения. Высохший сморчок упомянул было о славянских княжествах и о необходимости православной пропаганды. Хочу заметить, что вот опять мы имеем дело с такими же штуками. А, я понял, это гигантские пепельницы. Все, мы нашли ответ на вопрос. Православной пропаганды за Дунаем, но не найдя отголоска, зашипел и сташевался. В сущности, больше всего толковали об Юме. Даже царица Ос рассказала, как по ней ползали руки и как она их видела и надела на одну из них свое собственное кольцо. Ну, то есть, ты сидишь во время спиритического сеанса и ползают по тебе чьи-то руки, да, явно спирита. Здесь мы опять приостановимся, посмотрим вот в ту сторону, потому что там стоит тумба, и на ней написано крупными буквами афиша, буф, это театр, и дальше список спектаклей. Жрица огня, шалость амура, красное солнышко, цыганская любовь. Короче, в романе Анна Каренина Вронский приезжает в салон, где находится уже непосредственно Каренина, и говорит, что, ну вот, да, в театре он засыпает, поэтому он был в буфе, и начинает рассказывать какую-то сальную историю про одну из актрис, и, значит, жена дипломата, присутствующая на этом приеме, говорит, ой-ой-ой, я вас прошу, пожалуйста, не надо. Ну, имеется в виду, что актрисы, которые играли в буфе, и вообще вот этот театр буф, это, ну, сейчас бы это был, не знаю, стрип-клуб, то есть это такое варьете с очень фривольными песенками, и самое главное, с актрисами, которых можно умыкнуть себе с целью обсуждения с ними вот как раз славянской пропаганды за Дунаем. Да, ну, кстати, обратите внимание на контекст, славянская пропаганда за Дунаем имеется в виду, опять-таки, это взвешенный славянский вопрос, потому что мы постоянно бегаем спасать наших братушек-славян зачем-то, да, и это как раз был пик этого движения. Мы тем временем возвращаемся к нашим спиритам. Теперь мы переходим к роману Анны Карениной. Сюда повернем на секунду. Пока я с вами беседовал, забили одно-единственное место на футбол на понедельник. Я не успел поставить плюсик. И что теперь? Ну, что теперь? Придется просто бегать в Сестрорецке. Тоже полезно для здоровья. На его счастье, в это самое тяжелое для него по причине неудачи его книги время идет речь про Сергея Ивановича Кознышева. брат Константина Левина и Николая Левина. Который там какой-то великий, знаменитый ученый и бла-бла-бла. На смену вопросов иноверцев американских друзей это было время когда мы с северными Соединенными Штатами Америки были друзья Самарского голода выставки спиритизма подожди Самарского голода выставки спиритизма стал славянский вопрос. Ну, то есть вот спиритизм присутствует опять-таки в свете актуальных проблем а славянский вопрос вот встал вовсю так сказать ширь в обществе Сергей Иванович и прежде бывший одним из возбудителей этого вопроса весь отдался ему. Для чего мы сюда пришли? Ну, я на самом деле рассказывал об этом в одном из своих выпусков. Во-первых в Казанском соборе иногда вы можете проходя мимо услышать звон колоколов и колокола эти находятся вот там. Здесь нет колокольни специально сделанной это я всегда показываю на своих экскурсиях то есть можно еще подальше это тетяно хотя GoPro она наверное не возьмет так как нужно. Да вот отсюда там наверху видите такие арки и в этих арках колокола это раз. Во-вторых садик мимо которого мы сейчас пойдем скверик где в центре фонтан он был разбит здесь в начале 19 века по приказанию первоначальника Клейгельса для того чтобы уменьшить полезную площадь навальнинских собраний. Потому что именно здесь случилась та самая казанская демонстрация о которой я рассказывал когда мы ходили вокруг большого дома и я повествовал о процессе надверо Вера Засулич потому что Боголюбов Емельянов по кличке Боголюбов был свачен именно на этой казанской демонстрации. Это была первая политическая демонстрация в Российской империи ну и собственно его потом выпороли да и за него отступила Свера Засулич это была первая политическая демонстрация в Российской империи и вот здесь висит мемориальная носка которую конечно же никто никогда не замечает человек подслушал что здесь висит мемориальная доска которую никто никогда не замечает бросил взгляд и пошел дальше 6 декабря 1976 года написано здесь на самом деле не здесь на самом деле вот там на первой рабочей демонстрации выступил с речью против самодержания выдающейся прокуратизм варксизма Г.Б. Плеханов да значит вот там вот там это происходило мы сейчас там пойдем Георгий Валентинович Плеханов о чем здесь написано что на этой же демонстрации 16-летний рабочий Яков Потапов впервые поднял Красное Знамя это опять-таки к вопросу о всевозможных революционных событиях и так далее вот в общем короче опять-таки спиритизм да и вот дальше Константин Левин приезжает с Фатовца можно я застегнусь что-то прохладно становится Китти Чербацкой та ему отказывает в пользу Вронского на свою голову да как мы знаем потом из развития событий и Левин уезжает весь раздосадованный но прежде чем уехать он приехал полвосьмого когда она еще была одна он хотел уехать но там сначала приехала значит как ее Нордстон графиня которую он терпеть не мог а она его не могла терпеть потом пришла мать Китти в общем там завязался разговор и вот графиня Нордстон постоянно желая выставить Левина в каком-то смешном свете начинает с ним пикироваться да ну так типа саркастически по-доброму а на самом деле зло разговор зашел о вертящихся столах и духах то есть мы до этого цитировали Тургенева Дым сейчас мы уже переходим к Толстому к Анне Карениной и графиня Нордстон верившая в спиритизм стала рассказывать чудеса которые она видела ах графиня непременно связите меня ради бога связите меня к ним я никогда ничего не видел необыкновенного хотя везде отыскиваю улыбаясь сказала в ромске хорошо я буду в субботу отвечала графиня Нордстон но вы Константин Дмитриевич верите спросил он Левина зачем вы меня спрашиваете вы знаете что я скажу но я хочу услышать ваше мнение ну она его подкалывает да Левина мое мнение только то отвечал Левин что эти вертящиеся столы доказывают что так называемое образованное общество не выше мужиков они верят с глаз и в порчу и в привороты а мы ну то есть это практически парафраз фразы Достоевского да что же вы не верите не могу верить графиня но если я сама видела и баба рассказывает как они видели домовых так вы считаете что я говорю неправду и она весело засмеялась да нет Маша Константин Дмитриевич говорит что он не может верить сказал Китик краснее за Левина и Левин понял это еще более раздражаясь хотел отвечать но Вронский со своей открытой веселой улыбкой сейчас же пришел на помощь разговору угрожавшемуся сделать это неприятным вы совсем не допускаете возможности спросил он почему же мы допускаем существование электричества которого мы не знаем почему же мы не можем быть уверенным что есть новая сила еще нам неизвестная которая Левин его прерывает когда найдено было электричество то было только открыто явление и неизвестно было откуда оно происходит и что оно производит и века прошли прежде чем подумали о приложении его спириты же напротив начали с того что столики им пишут и духи к ним приходят а потом мы уже стали говорить что это и есть сила неизвестная Вронский внимательно прослушал да но спириты говорят теперь мы знаем спириты говорят теперь мы не знаем что это за сила но сила есть и вот при каких условиях она действует а ученые пускай раскроют в чем состоит эта сила нет я не вижу почему это не может быть новой силой если она Вронский это ну как бы вообще высший свет это как бы он состоит в полку на Гвардейском у него своя квартира на Большой морской вообще он блин граф ну в общем тут опять значит какое-то описание давайте сейчас попробуем графиня начал Вронский но Левин хотел доказать что он думает я думаю продолжал что это попытка спиритов объяснить свои чудеса какую-то новую силу и самая неудачная она прямо говорит о силе духов и хотят ее подвергнуть материальному опыту все ждали когда он кончит и он чувствовал это а я думаю что вы будете отличным медиум сказала графиня Норстон у вас есть что-то восторженное Левин открыл рот хотел сказать что-то покраснел и ничего не сказал давайте сейчас как княгиня испытаем столы пожалуйста сказал Вронский княгиня вы позволите и Вронский стал отыскивая глазами столик великосветский прием граф Вронский ищет стол для того чтобы положить на него блюдце чтобы все уселись вокруг этого блюдца положили руки на него и начали это блюдце двигать я помню мы этим занимались в пионерском лагере когда были детьми да мы пытались так вот эти блюдца двигать ну это прикольно причем каждый понимали что это все зависит от некого коллективного разума поскольку эти блюдца двигаются в зависимости от того как ты двигаешь эти блюдца и именно об этом пишет тот же самый Толстой только уже в своем другом романе Воскресенье вообще на мой взгляд если не говорить про какие-то его ну такие антиклирикальные памфлеты то есть публицистику типа моя исповедь то роман Анна Каренина и роман Воскресенье это два главных романа Федора Льва Николаевича мне кажется я мое субъективное мнение это книги куда более выдержанные куда более интересные куда более композиционно круче выстроены чем Война и Мир но ответ-таки это мое мнение я его никому не навязываю об этом у нас будет еще конечно отдельно два выпуска серии классики без соплей где мы будем говорить про Тургенева про Тургенева мы уже поговорили про Толстого поскольку Толстой неоднократно прижил в Петербург и я уже показывал адреса связанные с его жизнью и с Тургеневым с Сору и вот на Малой Конюшиной там в квартире Некрасова это все дело произошло и как он останавливался на углу Фонтанки и Невского значит Дмитрий Нехлюдов князь приезжает похлопотать к одному высокопоставленному генералу уже такому старичку в то время как Нехлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками коль славен бог это имеется ввиду башня Катопаловского собора потому что куранты эту мелодию издавали именно там вот здесь кстати тоже будет совершенно убойная фотография если мы развернемся потому что мы можем опознать место действия по башне дома Зингера в данном случае сейчас ее отыщу у меня здесь да можно можно что ну давайте давайте все потухло погасло ой извиняюсь все есть вы класс да спасибо 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 посмотрите друзья мои да да наконец-таки я с вами встретилась спасибо добавьте меня в друзья вконтакте напишите мне а я вам написала можно сделать фотографию сделать фотографию но только вы напишите в личку тогда я не добавил даже после этого ну извините у меня просто иногда пишут разные люди а я давайте а можно да давайте вы мой кумир павел перец перченый перец а вы на что сфотографировать телефон у вас есть я хочу сказать можно я фанат павла перца потому что я между прочим все время смотрю его экскурсии самый классный чувак на свете смотрим в телефон делаем якобы умные лица но только меня это не касается а можно еще одно с вами давайте давайте павел добавьте меня напишите мне еще раз я просто я вас добавлю александр вы включились в процесс спасибо а что вы сегодня рассказываете сегодня у нас прощальный тур сегодня бремя ракет с вечером и сегодня мы рассказываем про Невский проспект и про спиритизм а можно вас обнять так вы меня уже обняли но обнимите меня еще раз я просто неудобно как-то перед вашим молодым человеком это мой друг просто я не хочу влезать ваше в общем напишите я вас добавлю мне кажется я кому-то обломал сегодня что-то сам того не желаю ну ладно я думаю они сами разберутся короче стоит здесь демонстрация и она эта демонстрация растягивает плакат на котором написано отечеству опасности пролитая нами кровь требует войну до победного конца товарищи солдаты немедленного окопа вернуть Ленина вельгельму это тот самый момент когда временное правительство опубликовало данные о том как Ленин и компания прибыли сюда в Россию в полмированном вагоне Ленин был объявлен не просто инагентом а национальным предателем объявлен во всероссийский розыск и отправился сидеть на пеньке разлив ну а люди как бы даже не предполагали что пройдет буквально несколько месяцев и товарищ Левин захватит власть вот так все меняется в нашей жизни ну а мы возвращаемся где же это у нас было да слушая декоранты Нехлюдов невольно вспоминал ну в общем не важно о чем он вспоминал старый генерал в то время как Нехлюдов подъехал к подъезду его квартиры сидел в темной гостиной за инкрустированным столиком и вертел вместе с молодым человеком художником братом одного из своих подчиненных блюдцем по лицу бумаги тонкие влажные слабые пальцы художника были вставлены в жесткие морщинистые и окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала и эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутыми чайным блюдечком по лицу бумаги с изображенными на ним всеми буквами алфавита блюдечка отвечала на заданный генералом вопрос о том как будут души узнавать друг друга после смерти то есть души попадают туда и вот им надо как-то себя опознавать сейчас мы прервемся последний раз потому что я хочу вам показать фотографии ну во первых одна из этих фотографий сделана перспективой вот туда видно здание городской думы вот ну на домзингера стоит бюст посвященный фердинанду лассалю затем еще одна фотка сделана вот отсюда это открытие непосредственно это тот самый план ленинской монументальной пропаганной то есть вот здесь стоит этот бюст сделанный из говна и палок ну в общем из гипса естественно простоял год точнее даже года не простоял то есть когда нужно было массово налепить новые символы улица Михайловская до 1940 года носила название улица Фердинанда Лассаля потом в 1940 году она получила имя Бродского но естественно не Иосифа а художника Бродского чей музей находится на площади искусства и куда я до сих пор не могу дойти к своему стыду Фердинанда Лассаля это основатель немецкой социал-демократии который при этом погиб максимально глупо он влюбился в одну прекрасную девушку но отцу ее не понравилось что он как бы революционер да и еврей на ту беду и соответственно сказал что выходи замуж за другого Лассаль вызвал отца на дуэль отец сказал да я не буду с ним драться пусть он дерется этот жених ну жених согласился хотя он был в общем-то по стрельбе слабее Лассаля ну у них состоялась дуэль и этот жених Лассаль застрелил вот так вот умер отец немецкой социал-демократии немецкая социал-демократия да большое спасибо она очень сильно отличалась от нашей социал-демократии о чем я всегда рассказывал на экскурсиях в Берлине потому что там все было не столь лево да допустим Карл Либлихт и Роза Лексимбурга были убиты немецкими социал-демократами поскольку они представляли крайнее левое крыло ну а мы давайте уже закончим эту тему в то время в то время в то время один из денщиков исполнявший должность коммердинера вошел с карточкой Нехлюдова посредством блюдечка говорила душа Иоанны Дарк Иоанны Дарк это же Анна Дарк душа Иоанны Дарк уже сказала по буквам слова будут признавать друг друга и это было записано в то время как пришел денщик блюдечка остановившись раз на П другой раз на О и потом дойдя до С остановилась на этой букве и стала дергаться туда-сюда дергалась она потому что следующая буква по мнению генерала должна была быть L то есть Иоанна Дарк по его мнению должна была сказать что души будут признавать друг друга только после своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное и потому следующая буква должна быть L художник же думал что следующая буква будет V что душа скажет что потом души будут узнавать друг друга по свету который будет исходить из эфирного тела душ Генерал, мрачно на супе свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к Л. Молодой же бескромный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и нервно, шевеля губами, тянул к В. Генерал помошился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел карточку, эту визитную карточку, которую принес Нехлюдов надел панцне, панц, ну, пенсне, да, то есть буквально панц, панц, сжимать нос, панцне и, крякнув от боли, в широкой пояснице встал свой большой рост, потирая свои окончневшие пальцы Пригласите в кабинет, давайте пройдем вот здесь на канал Грибоедова и там закончим Позвольте ваше превосходительство, я один закончу, сказал художник, вставая Я чувствую присутствие, присутствие имеется в виду присутствие духа Жанны Дарк Ну, Нехлюдов приехал и генерал ему во всем отказал, потому что он был такой немножечко тупенький и исполнительный, Нехлюдов уехал ни с чем А генерал тем временем неодобрительно покачал головой и, потеряя поясницу, пошел опять в гостиную где ожидал его художник, уже записавший полученный ответ от души Иоанны Дарк Генерал надел пансны и прочел, будут признавать друг друга по свету, исходящему из эфирных тел А, одобрительно сказал генерал, закрыл глаза Но как узнаешь, если свет у всех один, спросил он, и опять, скрестив пальцы, с художником сел за столик То есть, человек, который заведует, ну, как бы мы сейчас сказали Система исполнения, как это, Саша, у нас в СИН, да? Федеральная система исполнения наказаний, ну, на манер Российской империи, да? То есть, к кому поэтому я обращался, Нехлюдов, ему надо было там, не только закатнику Маслову замолнить слово, там еще были несколько человек Сидит с каким-то художником и вертит блюса по столу С целью узнать, что ему скажет Жанна Дарк Все это абсолютно на серьезных щах И причем вот Толстой, ну, с таким, не скрываемым, сарказмом, да? Описывает, что один думает, что Жанна Дарк должна сказать одно, и поэтому он тянет это к одной букве Другой думает, что Жанна Дарк должна сказать другое, поэтому он тянет к другой букве Буквы пойдем, покажем наш любимый звук оток счастья И все это вот в таком умнейшем обществе, которое разговаривает, как вы заметили Исключительно практически на французском языке Потому что я уже рассказывал в своей серии «Классики без соплей», что русская речь, она, ну, не предназначалась для обсуждения каких-то высших материй И это прекрасно показано в романах у Ивана Сергеевича Тургенева Та-та-та-та-та! Типичный петербургский вид Удивительно, не Ваня, да? Не Ваня, это И это только я прошелся даже не по всему творчеству двух великих писателей А если, ну, прочитать это все более внимательно, то мы выясним, что на самом деле у народа чердак тек вообще капитальный И это все совершенно капитально не бьется с вот этой историей про там какой-то золотой век русского дворянства и бла-бла-бла Так что это вам надо подумать Ну, а мы выйдем сейчас с вами на канал Грибоедова, который должны были вообще зацепить по проекту Бенуа и Енакиева Этот проект был разработан в контексте изменения инфраструктуры, транспортной инфраструктуры города И об этом, Сашечка, можно... Давай Ой, что это там такое? Танцы-шманцы А, там прямо концерт Реально, офигеть, живой концерт, прикиньте Да, я вам даже сейчас подставлю на самом деле вот проект, согласно которому здесь все было засыпано И об этом вы точно так же можете прочитать здесь У нас в определенном месте кое выглядит... Кое выглядит, кстати... Вот, смотрите, какая прекрасная фотография со зданием городской думы, да? Милютинские ряды Автоконь Вот еще, смотрите, очень хорошая из той же серии иллюстрация Тоже сделанная на Невском, произведенная на Невском проспекте Артитектор Кеннель Где же оно, где же оно В общем, где-то здесь у меня сказано про стихотворение Надежды Тефи И про то, как хотели этот канал засыпать Слушай, а что там за концерт такой реально живой на мосту? Да, они уже закончили Я потерялся в своем собственном противодителе Представляете? Да, спасибо И мы тоже вам скажем спасибо Ну вот вам задание, друзья мои Найти и прочитать об этом Раз сам автор А, да господи, вот же он Да, вот видите, инженер Иннакиев Да, имени Александра Второго Должен был называться этот проспект Здесь это все сказано Поэтому Это вы можете приобретать Как у меня на сайте, так и после экскурсии Которые на тот момент, когда выйдет это видео Я думаю, еще будут идти Точно так же, как и две моих других книги Путеводитель по Невскому Точнее Книга про первое время русско-японской войны И остросоциальный роман Корень А также Сашулечка Свет души моей Иди ко мне Мой котик Если вам нужен Не теплый тифичок А человек, разбирающийся в области недвижимости Как Бог То, пожалуйста, к Александру Тимошову обращайтесь Я оставлю его номер телефона В описании под этим видео И будет вам счастье Сделает все хорошо Это мой отличный кореш Который мне вот уже Этим летом Наконец я обрел свой собственный угол На Железноводской улице И все Опять-таки Тоже во многом благодарю Сашечке Который все проверил Сделочку провел И вот Сейчас мне как раз полы там Стелят Да Поэтому Все, что вам надо Есть в описании Вот там Ну, а напоследок Друзья мои Финалочка Адью Ирокес Дорогие друзья Пока Саша делает свое дело Я расскажу про кое-какие планы Потому что Часто спрашивают Например Будут ли экскурсии На ноябрьских праздниках Да, конечно Будут Они будут идти каждый день Анонсы уже скоро появятся Также по многочисленным просьбам Поступающим ко мне уже много лет Я тряхнул старину И проведу одну А может быть даже две Детских экскурсии Вне школьных каникул Анонсы точно так же Будут на сайте Но в начале декабря Вас ждет пару мероприятий Связанных с моим днем рождения Я его никогда не праздную Но в этом году решил отойти От этой традиции И будут танцы Шмансы Байки Рассказы И всевозможные сюрпризы Так что тоже Следите за Анонсами На одной из них В принципе Вы билеты можете купить Уже сейчас Также пользуясь случаем Отвечу на многочисленные вопросы Связанные с приездом в Москву До середины ноября Я не выездной У меня тут будут Больничные мероприятия Связанные с Прочисткой моих Путей дыхания Потому что нос мой Практически перестал Функционировать Поэтому извините ребята Только где-то уже Во второй половине ноября В декабре Я смогу пожаловать Ну опять таки Все будет объявлено Смотрите и следите За анонсами Затем я с вами прощаюсь Раки завернутся В следующем сезоне А пока отращиваем волосы Ну и приходите ко мне На мои мероприятия Увидимся онлайн и оффлайн Пока Я леду в ванну Я сяду и добриюсь Весенний бег Волосы мой покров Растаял словно снег Я к лету снова готов Был охламон Зато теперь я лыз Давай, давай, камон Иди ко мне, моя мисс Кис-кус-кус Моя киса Моя киса Я теперь у лысой Весна пришла Мне нужен свежий фасон Не тратить кучу бабла На новый причесок Был нова сад Теперь и лысый кошар Теперь меня все сад Я стал гразой для лошар Картокар Моя киса, я теперь лысый Моя киса, я теперь лысый Киса, лысый Моя киса, я теперь лысый Редактор субтитров А.Семкин